Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем любимом библейском портале «Экзегет» хочется вашему вниманию предложить одно очень трогательное письмо святителя Николая Сербского. Одной женщине-матери, которая много лет не могла найти могилу сына. Очень трогательное письмо. Я очень надеюсь, что это письмо и те мудрые мысли, которые здесь изложил святитель Николай, помогут многим из нас, которые так или иначе соприкасаемся с такой же болью, с такой же трагедией, тоже иметь надежду и упование на Бога. Письмо матери, которая не смогла найти могилу сына. Пятое письмо из миссионерских писем святителя Николая Велимировича. Искала ты его на всех воинских кладбищах. Прошла от Златибора до Корфу и Солоник. Спускалась в долины мертвых. Где бы ни услышала о военном кладбище, спешила туда. Прошла читать тебе списки погребенных. Сама читала надписи на крестах. Нет и нет его. Не горюй, дорогая мать. Грешно сильно горевать. Божия земля и все, что на ней. Где бы ни была могила твоего сына, она на Божьей земле. Коснись земли за порогом твоего дома. И ты коснешься края могилы сына твоего. А для всевидящего ока Божия, озаряющего землю, мертвых нет. Если сын твой скрыт от тебя, он не скрыт от Бога. Господь сам скрыл его от тебя, чтобы очистить скорби твое сердце, подготовить его к нечаянной радости встречи с сыном в вечных чертогах своих. Могилы многих великих и святых людей неизвестны. Неизвестна могила пророка Моисея. Неизвестны могилы многих апостолов и мучеников крестовых. Неизвестны могилы пустынников и постников. Но имена их красными буквами вписаны в календарь. Мы прославляем память их, возводим храмы в честь их, возносим к ним молитвы, но могил не знаем. Не скорби же, что и могила твоего сына известна только Богу, как и могилы стольких святых его. Есть в Деборе одна мать, сын которой похоронен в далекой стране. По немощи она не могла побывать на его могиле. Тогда решила она каждую субботу, суббота – это день особого поминовения усопших в православной традиции, решила она каждую субботу приходить на военное кладбище в Деборе. Там лежат воины, чьи матери не могут добраться до могил сыновей. Она ставит на их могилах свечи и молится. И просит священника окропить могилы и помянуть имена, написанные на крестах, и помянуть и ее сына Афанасия. И ты можешь поступать так же, и утихнет твоя боль. Важно, чтобы ты думала не о могиле, а о душе детяти своего. Пойми, ни в одной могиле на земле нет его души. Душа его ближе к тебе, чем к могиле. Смотрите, какие глубокие слова, дорогие друзья. Была еще одна мать, которая желала найти могилу своего сына. Но могила его находилась на поле битвы, и не пустили ее. Вернулась она безутешной домой. Но однажды по промыслу Божию явился ей сын в комнате ее. Вскочила мать и воскликнула. «Где ты, сын мой?» «Ходил с тобою, мама» и вернулся. И еще сказал ей, чтобы не перестала она плакать, потому что ему хорошо. «И ты не плачь! Начни творить милостынюю запокой души сына твоего». Слезами ты довольно напитала землю сердца своего. Пора взойти росткам. Самые драгоценные ростки и слез возрастающие – молитва, милостыня и смирение пред волей Божией. Обратите внимание, молитва, милостыня и смирение пред волей Божией. Пусть молитва станет одной крестной досочкой, а милостыня другой. Из них сделаешь крест сыну твоему. Молитва устремляется ввысь, а милостыня распространяется вширь. Кротость пред волей Божией пусть будет гвоздем, который скрепляет крест. Не отделяй молитву от милостыни, и благодатное утешение неба сойдет на сердце твое, словно роса на жаждущую душу. Мир тебе и Божие благословение. Вот такое трогательное, очень глубокое письмо святителя Николая Сербского. И очень надеюсь, что для вас, дорогие друзья, оно тоже будет утешением. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...